Только в Альфа-Банке. Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах по бесплатной кредитной карте Альфа-Банка. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет очередное видео про находки с Wildberries. И здесь у меня сегодня будет не только одежда, но еще и всякие бьюти-штучки, покупочки для дома. Короче, много всего интересного, и это будут проверенные уже мной вещи, которые со мной пару месяцев точно, и я их уже и так, и сяк использовала. Поэтому 100% проверенные штуки. Поэтому, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь. Я обожаю Wildberries и вообще обожаю маркетплейсы, и я делаю гайды для тех, кто не знает, по одежде с маркетплейсов типа Wildberries, Ламоды, по российским брендам и так далее. В общем, недавно у меня вышел летний гайд. Это летний гайд, в который я поместила топ вещи, тренды и базу, обувь, одежду, аксессуары, сумки на летний сезон. На любой кошелек в этом гайде найдутся вещи. Это вещи, которые я уже сама заказывала. И это только актуальные позиции, то есть вам не нужно ничего самим искать, это экономит ваше время, деньги и так далее. У меня два гайда, женский и мужской. В женском, помимо всего прочего, помимо трендов и базы, есть еще раздел плюс сайз с такими же точно позициями. В общем-то, это очень удобно, тем более, если вы теряетесь в маркетплейсах, не знаете, что брать. Я собираю все самое топовое в эти гайды. И в мужском гайде очень-очень много базы на лето. В общем-то, ссылки я вам оставляю на гайды внизу. В общем-то, я делаю эти штуки уже почти два года, они пользуются спросом, потому что это реально удобно. Ничего не нужно самим искать, все за вас уже найдено, отсмотрено. Вам остается выбрать только то, что вам нужно. Итак, начнем мы сегодня с бьюти-штучек. Одежда у нас будет ближе к концу видео, потому что ее не так много. Но, в общем-то, начнем с бьюти-штучек. Вы знаете, что я сейчас отращиваю волосы. Если вы на меня давно подписаны, вы знаете, что у меня каре было 6 лет. Так вот, сейчас я решила отрастить волосы, и я очень уже так достаточно, ну, неплохо с этим справляюсь. Много я отрезала блонда, и сейчас у меня практически вот его совсем и не осталось. И, в общем-то, я сейчас ищу различные штуки постоянно для волос. Как бы там сделать так, чтобы они были более блестящие, чтобы кончики у меня не секлись. Короче, после нескольких лет с блондом я прям свои волосы сейчас берегу и отращиваю, и хочу, чтобы они были качественные. Так вот, недавно на Вайлдберсе наткнулась на такую вещицу, которая, на самом-то деле, сначала у меня доверия не вызвала. Но эффект от нее оказался реально вау. В общем, это термошапка. Бренд, по-моему, называется Таше. И я вам сейчас ссылки оставлю все в описании. Вы сможете все это по ссылкам найти, так что можете не париться. Что из себя представляет эта термошапка? По сути, это такой колпак на голову, который нагревается и усиливает эффект от различных масок, филлеров и так далее. Вместе с этой термошапкой я заказала еще и филлер от этого же бренда, потому что сначала я нашла филлер, посмотрела, что лучше его использовать с шапкой. И как бы вроде бы все сошлось, я решила заказать и то, и другое. Ничего особенно не ждала, но эффект реально вау. В общем-то, этот филлер липидный от Таше нужно наносить минут на 20. Я выдерживаю примерно 20 минут. Сначала вы должны отжать всю воду с волос, чтобы они не были мокрыми, чтобы с них не текло. Нанести этот филлер. Потом надеть термошапку. Посидеть 20 минут. Я в этой термошапке сижу на втором режиме, то есть максимальный нагрев. Брать, смыть и высушить обычным способом. Эффект меня реально порадовал, потому что у меня никогда еще волосы так хорошо не расчесывались. Они сейчас вообще не спутываются. Я сижу и все время трогаю, потому что я в шоке. Я в шоке от того, что у меня кончики не спутанные. Обычно у меня волосы очень сильно путаются, потому что волосы у меня пористые из-за того, что они кудрявые. Так и не скажешь, да, что у меня кудрявые волосы. Но у меня волосы кудрявые, я их просто вытягиваю на фен. Так вот, я в шоке от того, что у меня волосы не спутываются. И они настолько были блестящие после этого филлера вместе с шапкой. Без шапки я его, кстати, не использовала. Не знаю, как он будет работать без шапки. Но с шапкой мне безумно сильно понравился эффект, потому что волосы блестящие, рассыпчатые. Они абсолютно не тяжелые, но при этом гладкие, не пушатся. То есть он их не утяжеляет, не склеивает в какие-то сосиски вот такие вот жирные. То есть волосы остаются прекрасными, просто свежими, легкими. Но они очень и очень гладкие. Самое классное, что кончики не спутываются. То есть они... Ну, они не спутываются. Они такие рассыпчатые. Вот это меня больше всего поразило. У меня ни одного средства, по-моему, в жизни не было такого эффекта. Может быть, потому что я не использовала термошапку вместе. В общем, два вот этих бьюти-средства для волос мне безумно сильно понравились. Я их реально рекомендую. Очень хорошо работают, без утяжеления. Просто супер. Далее, тоже для волос штучка. Это просто брашинг. У меня были только большие крупные брашинки. В диаметре, в смысле, большие. И мне нужен был какой-то маленький, которым я смогу укладывать вот эту вот челку, да. Потому что на какой-то крупный широкий брашинг ее особо не уложишь. Вот я купила себе вот этот брашинг. Это бэйби-лиз. Я не знаю, насколько это оригинальный бэйби-лиз. Не оригинальный, честно, вообще не знаю. Но работает офигенно. Пчелку укладывает супер. Волосы не тянет, не рвет. Все, что нужно для того, чтобы брашинг был хорошим. Единственное, что мне не понравилось в этом брашинге, очень трудно с него убирать волосы. Из-за того, что маленькое расстояние между зубчиками, вот так вот вытянуть оттуда волосы будет непросто. Я их обычно режу ножницами внутри, чтобы их оттуда достать. Но в целом брашинг очень неплохой. Далее тоже бьюти-покупочка. Это сыворотка с витамином С. Это типа сыворотка антиакне. Бренд, которым я уже пользовалась, они приходили ко мне на сотрудничество, и потом они мне настолько понравились, что я стала их сама покупать. Вот это тоже покупка, которую я сделала сама. Это сыворотка с витамином С. И я сейчас после курса ретиноидов все равно пользуюсь кислотами, пользуюсь различными сыворотками, чтобы поддерживать эффект. Ну, как бы в целом моя проблемная кожа нуждается в таком уходе. К витамину С как-то, знаете, относилась так. Ну, с недоверием. Потому что, ну что витамин С может сделать с моей кожей? Ну, это же абсолютно легчайшая сыворотка. Но вот эта, она имеет накопительный эффект. Вот если вы ей долго пользуетесь, она реально начинает выравнивать тон кожи, цвет лица, сужает поры. Вот безумно классная вещица, особенно для тех, у кого проблемная кожа. Прям must have. Очень рекомендую. Я не знала, что за такую стоимость могут быть настолько хорошие продукты, но бренд мне реально понравился. Далее у нас будут небольшие покупочки для дома. И первое, это вещь, которая мне была нужна уже очень долгое время, но я почему-то ее не заказывала. Это вот такая вот стеклянная колба для того, чтобы заваривать чай. Вещь за 300 рублей буквально. Но она настолько удобная, она настолько классная, эстетичная и красивая, что вот я чай теперь только в ней завариваю. Даже пакетики особо не покупаю. Беру вот эту вот заварочку, листочки туда закидываю и использую. Реально хорошо работает. Я бы сказала, что даже без этой пробки гораздо быстрее заваривается чай. Возможно, что воздух циркулирует и так далее. Но и так, и так можно использовать. Отличная вещь. Это стекло, натуральная пробка. Я долго искала, что заказать. Какое ситечко. Все вот эти вот какие-то ситощипцы, какие-то там пластиковые. Они либо неэстетичные, либо они странные. Как-то пластик заваривать очень-очень странно. А вот эта, она и классная, и вреда от нее абсолютно никакого нет. Никакого запаха. Просто идеальная вещица. Кстати, вот это стекло даже при 100 градусах не трескается. С ним ничего не происходит. Оно не деформируется. Я его мою в посудомойке, и все с ним прекрасно. Если ищете штучку для того, чтобы заваривать чай, эту колбочку рекомендую. Далее, тоже для кухни. Это бокалы. Я переехала на новую квартиру месяца три назад, и у меня тут как бы нет бокалов. А друзей сейчас уже приглашать в нее можно, потому что раньше жила в однушке. Как-то друзей не пригласишь, муж спит, куда их позвать. Короче, вот. А сейчас три комнаты, и можно звать друзей, и поэтому я решила прикупить бокалы. И бокалы оказались реально классными. Я долго искала, потому что мне хотелось набор из нескольких бокалов не за 12, там, 13-15 тысяч рублей. И я нашла просто must-have, который вам рекомендую. Это действительно потрясающие бокалы. Послушайте, как они звенят. Ну, это вот, это все говорит про их качество. Бокалы 6 штук, 1200 рублей. Я дешевле нигде не находила, если честно. Это вот по цене и по качеству идеальный вариант. В наборе 6 штук. Они не какие-то пластмассовые, что не звенят абсолютно. Они очень-очень красивые. Такие тоненькие, прикольные. Они больше для коктейлей, но я, знаете, не какой-то там челик, который... Для вина одни бокалы, для шампанского другие. У меня для всего одни бокалы. Достаточно одних бокалов для всего. Но смотрятся они прекрасно. Очень красивые, легкие, тоненькие, звонкие. Все, что нужно. Прекрасный набор на кухню. Тоже вам ссылочку оставлю, закажите. Мне кажется, вот, ну, дешевле и качественнее. Просто не найти. Следующие это чашечки. Тоже в новую квартиру, знаете, закупалась. Чашкам уже, ну, пара месяцев точно есть. Я их в посудомойке уже мыла. Просто мыла. Короче, как вы видите, с ними ничего не произошло, поэтому рекомендовать могу на 100%. Это такие мятного цвета чашки. Очень эстетичные. Просто под чай заказывала. Вот, пить чай пару чашек новых, чтобы было что-то красивое, чтобы можно было гостям, опять же, предложить, когда придут. Короче, прекрасные, симпатичные чашки. Абсолютно недорогие. Идеальная чашка. В посудомойке стирается. Отлично. Вот это покрытие с нее не слезает. Вот эта вот окантовочка под золото тоже никуда не делась, учитывая, что я их в посудомойке постоянно фигачу. Короче, идеальная вещица для дома. За 300 рублей. Супер вариант. Еще одна покупка для дома. Это ваза. Но тут я немножко просчиталась. Я думала, эта ваза будет больше. Хотя я и отзывы посмотрела, и было понятно, что она не супер большая. Но как-то, знаете, она размером с мою ладошку. Даже меньше моей ладошки. Для каких-то вот сухоцветов, которые у меня в ней стоят, это нормально. Но для каких-то букетов из роз это уже не подойдет. Поэтому это чисто такая декоративная штука, чтобы в нее поставить какие-то сухоцветы, которые не супер длинные, которые очень легкие, чтобы она никуда не делась и не упала. Но она сама по себе очень симпатичная. Керамика качественная. Рисунок тоже очень хорошо нанесен. Единственное, что вот она оказалась меньше, чем я рассчитывала. Хотя даже вот на фотках, на вайлбисе видно, какого она размера. Но я почему-то ожидала, что она будет больше. Сейчас хочу заказать себе еще одну такую же. Тут есть красная. Тоже классно будет выглядеть, но в мой интерьер как-то не очень зайдет. Но вот такая ваза, шикарное дополнение интерьера. Стоит она не супер дорого. Я ее, по-моему, брала за 800 рублей. Сейчас она стоит 900. Ну, в общем, вот такой ценовой диапазон. Неплохая ваза. Чисто для какого-то хлопка, каких-то гипсофилов, каких-то там веточек, колосьев и так далее. Следующая, еще одна интерьерная, на последнее, дальше будем одежду смотреть. Это подушка на стул. Я постоянно сижу за столом, на стуле. Стул купила. Он был слишком твердый. На зоне, кстати, его заказывала уже давно. По-моему, даже его уже там больше нет. В общем, твердо сидеть. Хотелось какую-то подушку. Симпатичную, чтобы она не выглядела, как какая-то тряпка половая. И вот эта подушечка замечательная. Идеально подошла мне по диаметру на стул. Она мягонькая. Такой меланж серый цвет. Стоит 400 рублей. Идеальная подушка за эти деньги. Она не махрится, не скатывается, не продавливается. Короче, сидеть на этой подушке одно удовольствие. Просто подушка. Не знаю, может быть, ее можно на диван бросить. Но вообще здесь написано подушка на стул. И на мой стул она идеально просто зашла. Никак особенно сильно не выделяется в интерьере. Очень даже неплохо подходит под любой такой минималистичный дизайн квартиры. Если вы тоже хотите сидеть на мягком, рекомендую. Следующее, как раз таки, одежды и аксессуары. Начнем с аксессуаров. Первое, и то, что я уже должна была давно показать, я это заказывала на Новый год еще, это чокер и сережки. Я заказывала, чтобы они были как бы комплектом на Новый год. В итоге на Новый год я их не надела, но просто так сейчас ношу. То же временем уже проверенные вещи. Вот эти сережечки, они не потемнели, они не окислились, с ними ничего за это время не случилось, я заказывала я их в декабре. Классная вещица, выполнена неплохо, стоили тоже какие-то просто копейки, как и чокер, но вместе они смотрятся хорошо и по отдельности тоже смотрятся неплохо. По качеству за такие деньги идеальные вещицы. Если вы любите украшения, бижутерию, присмотритесь, неплохие вещи, тем более сейчас очень даже актуальные. Далее, хочу показать вам то, что я еще никогда не показывала на канале, это трусы. Но почему бы не показать трусы, если они реально неплохие? С тех пор, как нет H&M, я аж прям не знаю, где мне покупать трусы. Все время я их ищу и все время мне что-то не нравится. То дорого, то непонятно что, то не налезает, то садится плохо, то давит, то жмет. Короче, решила я заказать на Вайлдберрисе трусы и мне показалось, что они похожи на трусы из H&M и это реально так и оказалось. Трусы просто великолепные. Реально, абсолютно офигенные трусы, хлопковые, в набор идет 6 штук и в разных цветах, там черный, белый, розовый, желтенький. Короче, там много цветов, но они все нейтральные очень, то есть такие на каждый день вполне себе. Я не знаю, что еще сказать про трусы. Ну, сидят классно, посадочка у них такая средняя. Я люблю не супервысокую посадку и не низкую, естественно. Вот такая средняя посадка для меня идеальна. Нигде ничего не жмет, не давит, пузико не вываливается. Рекомендую обратить внимание, ссылку на эти трусы вам тоже оставлю. Ну, почему бы и не оставить? Ну, трусы хорошие, практически как были вейчики. Ну, для меня вейчики были идеальные, и, наконец-то, я нашла шикарные, хлопковые, простые, однотонные трусы. Далее. У нас три вещицы, которые я заказывала из своего гайда по WildBerry. Сует вот эти вещи искала, туда поместила и сама же заказала. Короче, я заказывала это для одного целого образа. Тут у нас будет топ, джинсы и очки, как дополнение к образу. Я хотела заказать вещи по трендам 2000-х, я их в гайд свой добавляла. Напоминаю, ссылка на гайд есть в описании. У нас там тренды самые горячие из 2000-х и базы. Так вот, решила я заказать себе из трендов вещицы. Первое — это джинсы. Джинсы шикарнейшего качества. Реально хорошие джинсы. Я уже не первый раз заказываю на ВБ джинсы, и пока что еще всегда приходили суперские. И эти — не исключение. Они безумно классные. Это джинсы карго. Тренд последнего времени. У меня джинсов в цвете хаки еще ни разу не было, поэтому решила заказать. И реально не прогадала. Они сели на меня идеально. Это первые джинсы, которые мне не нужно подрезать. У меня рост 162, и они смотрятся вот так, как нужно. И я этому рада, что не нужно нести никуда ничего подрезать. Сели по фигуре просто отлично. Это 100% хлопок, нигде никаких ниток. В общем, ну, вау. Вау джинсы, реально. К ним же я заказала топик. Это топик, по-моему, за 600 или за 500 рублей, но он не просвечивает. Он хлопковый. Там, по-моему, чуть-чуть есть эластана, насколько я знаю, в составе, не помню уже точно, по-моему, чуть-чуть эластана есть. Ну, короче, он абсолютно приятный. Летом в нем будет не жарко. И это топик по трендам 2000-х. Такой, знаете, облегающая футболочка, какая-то кроп. И вот эта вот надпись винтажная на ней, короче, с джинсами смотрится просто бомбезно. И к этому же образу я заказала очки. Вот эти спортивные в стиле Боленцы. Без всяких опознавательных знаков, просто обычные очки, без каких-либо лейблов. И мне они понравились. Пластик неплохой, за свои деньги вообще отлично. Дополнить какой-то образ, какие-то фотки прикольные сделать, пойти куда-то в таком образе в стиле 2000-х. Вообще идеально. Они матовые, кстати. Что, может быть, мне не очень нравится? Я хотела глянцевые очки, но что-то как-то я, не знаю, то ли я не доглядела. В общем, заказала их, они оказались матовые, но тоже неплохо. За свою стоимость, тоже, не помню, стоили мне рублей 500. Это идеально. Посмотрите, какой образ получается. Суперский. Это все вещи с Wildberries. Я обожаю Wildberries. Я когда туда захожу, я смотрю вещи, думаю, мне все это надо. В итоге все это заказываю и потом складирую. В общем, безумно шикарные вещи. Реально рекомендую. Последняя вещица на сегодня, тоже на лето подойдет. Это вискозное боди, которое сейчас вот у меня стоит 900 рублей. Боди из вискозы. Оно реально из вискозы, потому что оно безумно приятное, в нем не жарко. Вот ты что трогаешь, именно понимаешь, что это вискоза. За 900 рублей на 95% вискозное боди, но это просто подарок. У меня это боди уже давно. Я его заказывала, наверное, еще осенью, что ли. Поэтому тоже могу сказать, что относила за все это время. Никаких катышков, ничего не растянулось. Сидит прекрасно. Напоминаю, у меня рост 162. Если у вас тоже рост 162, я брала размер 36. Он здесь обозначен как 42. Присмотритесь, хорошая вещь. Такая акцентная для тех, у кого достаточно контрастная внешность. То есть там темные волосы, светлая кожа, например, да, темные брови, светлая кожа, глаза, например, темные и светлая кожа. Вот такого формата вещи с активным контрастным принтом хорошо подойдут. Присмотритесь, неплохое боди. Для офиса, например, можно. На каждый день можно миксовать с джинсами. В общем, неплохая вещица. Тоже рекомендую ее как нечто базовое в ваш гардероб. В общем-то, у меня на сегодня все. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Если так, то ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте о полезных ссылках в описании. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok